Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Слушай, формат открытых консультаций. Я про него забыла? Я также. То есть так получилось, что когда-то, это, наверное, полгода назад, мы поставили этот формат. Было две консультации в нем. Мы взяли энное количество взрослых людей. Мы думали, что мы закрыли этот формат, и его больше нет. То есть он как-то в списке ушел вниз. Люди заказывают свои. Обычные. Обычные. Да, даже рип. А про эти как-то забыли. А сегодня вот прям. Ну, ты знаешь, забыли. Я так понимаю, не каждому комфортно, что его вывернуть на большую аудиторию. Ну, наверное, да. Ну, скорее всего. При всем том, что эта аудитория предупреждена о том, что она несет юридическую ответственность о неразглашении и так далее, что договор подписан. Все это автоматически делается на платформе. Кстати, платформа классно в этом плане помогает. Это же психологи этим могут пользоваться. Пользоваться, да. И все, кто хотят работать с платформой, они этим пользуются. Вот. И мы тоже этим пользуемся. То, что все договора подписываются. Все. Человек не разглашает. Но сам факт, что сейчас вот пришли эти открытые консультации, я прибалдела. Во-первых, вспомнили прошлое. С випами работать – это одна тема, а вот работать на открытых консультациях – это одна. Просто в течение месяца ты видишь фактически выход человека из проблем. Видишь, как поменялся человек. Как поменялся. Это, кстати… Да. Но это не факт, что поменялся. У нас было такое, что мы… Каким ты был таким. Ты знал. Зачем нарушил мой факт? Но при этом все те, кто пришел на открытые консультации, они смогли увидеть разницу, вот как человек может измениться, а может не измениться. Ну тогда, да, те, кто смотрел и тренировался. Особенно вот обратная связь была от учеников нам, что, блин, а как тогда работать с такими людьми? И тогда закономерен вопрос – а зачем работать с такими людьми? Да. Да. И пропадает спаситель. Зачем спасать тех, кто не нуждается в спасении? Да? Кому комфортно в том, что он имеет. Но тот, кто имеет, у него была возможность измениться. И, скажем так, ну больше 80% ее воспользовались. При этом, да. А при этом, смотри. Да даже у тех, кто не воспользовался, все равно, вот если вспомнить, жизнь-то изменилась. И их поджало, наоборот, поджало. Так она не может не измениться. Измениться. Уже однажды сюда придя, уже невозможно вернуться на старое. Просто смотри, на самом деле, это вот я прямо сейчас вдруг. Да, не каждый согласится на открытую консультацию. Да? Не каждый, да. Но при этом, смотри, какая здесь есть штука. Это ведь о силе человека, если он пришел. Ну да. Представляешь, то есть, казалось бы, с одной стороны, человек идет на открытую консультацию, потому что дешевле, да? А при этом, а при этом это же надо решиться на публику. Ну да, и при этом, смотри, кто у нас чаще всего запрашивал открытые консультации? Это мамы детей-аутистов. А именно с ними формат закрыт. А именно с ними закрыт, но они решались все равно, да. А люди все равно заходили. А почему заходили? Потому что, ну какая разница, что там детей будут обсуждать. Там ни с детьми не работа, там с тобой дорогая работа. Ты не ожидала этого. Вот. Потому что ребенка придать и отдать. Легче гораздо. Такой формат легче, чем себя. Да. А тут бац. А тут как раз работа с мамой. Да, у нас работа со взрослыми идет. И тут такая тема. Вот она ловушечка, кстати. Да. Поэтому мы пишем, что это только для взрослых, только для консультации, когда человек разбирается сам с собой, со своими проблемами. Но это честный подход, искренний подход. И у человека есть возможность. У тех, кто хочет разбираться, разобраться. И те, кто учатся на этом, они учатся, как работать с одной стороны. А с другой стороны зачастую во время консультации тоже зеркала работают. Не просто так человек приходит на консультацию, что ему эта тема стала интересна. Тема-то разная. Значит, он поднимает в себе те же самые аспекты. И у него есть возможность осознанно измениться самому. Без консультации, без чего бы то ни было. Просто услышать, осознать и измениться. Ну, интересный факт. Да, вот на самом деле уже давно его не было. И сегодня коснулись. И так... Да. И видишь, и совсем разные. С двух сторон опять-таки будут заход идти. И тут, с одной стороны, с молодости дать возможность в молодости измениться. Человеку стартовать в жизнь по кайфу. А дальше пойдет именно возрастные болезни. Когда уже рот подкачал. Когда уже игра началась в неприятности. Как это свернуть? Работа с болезнями. Тут уже немножко другое. Ну, во всяком случае, это интересно. Да. Интересный формат. Ну, и интересная реакция людей. Вот тоже я словила на последней консультации, когда люди пришли в расчете, что их... Тут же пришли и начали писать свои проблемы. Нет. Это не формат вопрос-ответ. Это формат, когда мы обучаем консультированию. С одной стороны. С другой стороны, у вас есть возможность увидеть на других людях, как проходят консультации. И готовы ли вы к такому же. Но опять-таки, ваша консультация все равно не будет такой же. Конечно. Есть консультации, где пол консультации человек рыдает. А сегодня, ну, немножко всплакнуло. Все. Сегодня лайт-вариант. Да. Но при этом мы знаем, что... Но при этом знаешь, что человека жизнь на 180 повернулась. То есть, развернулся на 180 градусов. Да. Это как сегодня... Вот сегодня я прям чувствую, как человек сошел со своего пути, а ты его просто поставил назад, вернул. В свою жизнь. Да. Невероятно. И дал практике, что делать, что человеку надо сделать. Буквально на трех пальцах человек делает. И выруливает. И тогда главное, чтобы... Вот теперь главное, чтобы вот этот человек, да, удержал эту ниточку. То есть, все рекомендации, которые мы сказали делать, делал. Вот это в этом кайф весь открытых консультаций, что ты через месяц можешь увидеть четко изменения. То есть, человек обманывает себя. Не нас. Сколько раз у нас получают... Или не обманывает. Да, да, да. Через месяц. Ну, зачем ты врешь и нам, и сестям? Ты же сам себе врешь, да. Но интересно не это. Мне все время интересно было наблюдать за людьми, которые вот так прошли, вышли. У них изменилась жизнь. Они получили желаемое. Да, вот в момент, когда они заказывали консультацию, да не только открытую и обычную консультацию, заказывали, они топали ножками, вешали. Хочу, хочу, хочу. Вот я вот получу и буду счастлива. Вот я рожу, и мне больше ничего не надо в жизни. Вот я там буду иметь этого мужа, мне больше ничего не надо. Вот я буду иметь этот бизнес, мне больше ничего не надо. А вот получил ты этого ребенка, получил ты этого мужчину, вот получил ты этот бизнес. Ты стал счастливым? Нет, ты кричишь, а мне уже нужен второй ребенок, или мне нужен новый муж, или мне нужен новый бизнес, или еще что-то. Это как... Ты по-прежнему недоволен, хотя ты получил то, чего ты никогда бы не имел. Сказка золотой рыбки. И ты смотришь на это и понимаешь. А может, не надо было, чтобы получал человек желаемый. Может, надо было, чтобы он отстрадал и отмучился. И созрел. То есть, да, созрел. Для того, чтобы получить что-то. Чтобы ушла эта капризность и пришла благодарность за то, что ты имеешь. Вот она неблагодарность за то, что ты имеешь. И поэтому вот открытые консультации, тоже их прелесть в чем? Это то, что через месяц ты уже получишь люлей за то, что ты неблагодарен, за то, что ты имеешь. То есть, через месяц ты уже не спрячешься? Ты уже не спрячешься. То есть, если ты эту тему проработал, то у тебя будет еще один пинок в здоровую, счастливую жизнь. А если каким ты был, таким и остался, зачем нарушил наш покой, то ты просто получишь люлей. И пойдешь с этими люлями дальше. Но опять-таки, все равно у тебя будет возможность вторая. Но это вторая пара. Но первая, ты профукал. Да. Ну, как профукал? Все равно же получил. Ну, все равно, конечно. Все вовсе. Ты, знаешь, получил, как вышел из тюрьмы. Вот ты уже из тюрьмы вышел. Вопрос, что ты будешь делать в свободной жизни? Большинство, по статистике, возвращается обратно, скажете вы. Но не всегда есть те, кто не возвращается. Никогда. И мы хотим все-таки, чтобы те, с кем мы работаем, назад не возвращались. Поэтому есть вторая попытка, чтобы ворота тюрьмы остались как можно дальше, позади. Человек никогда не вернулся в ту старую жизнь, в которую он был болен или несчастен. Вот в этом весь кайф этих открытых, на самом деле, консультаций. Потому что мы смотримся в свое зеркало. Если мы берем человека в зеркало, то мы хотим видеть здорового, счастливого, улыбающегося, кайфующего от жизни человека. Вот тогда наше зеркало сработало правильно. И тогда мы кайфуем от того, что у нас получилось. Да, так и есть. И это о психических способностях человека, именно о создающих психических способностях. Не вынесенный Бог, не объективная реальность, не коллективная, не бессознательная, не еще какой-нибудь хрень, не высшая сила, не космос. Все в нас, дорогие мои, все в нас. Мы та сила, создающая, которая создает реальность. И если каждый начнет видеть то, то, что он имеет через призму благодарности, мы будем иметь другое общество, в котором не будет столько поликлиник, больниц, психбольниц, тюрем и так далее. Мы будем иметь здоровое общество. Нам тогда не нужны будут наркотики. У нас не будет искажения. Нам не нужны будут лекарства. Нам не надо будет производить автомобили, которые должны ломаться, чтобы их ремонтировать. Нам не надо будет сеять генетически модифицированные семена, чтобы они потом во втором варианте не всходили. Нам не надо будет гадить самому себе. Чтобы потом лечить. Да. Вот это о разуме. Все это о разуме. И когда ты видишь, что человек изменился, который к нам обратился, то это то же самое. Ты понимаешь, что ты вырос. То есть ты растешь. То есть мы понимаем сразу, что мы движемся в правильном направлении. Это точно так же, как родитель, который смог донести своему ребенку многогранность чего-то, для того, чтобы ребенок получил все возможности и выбрал свой путь. Вот это так. Самое главное, что ребенок услышал родителя. Это по образу и подобию. Вот именно так. Тогда можно сказать, что родитель действительно целостный или созревший, или действительно взрослый человек, действительно авторитет для ребенка. Но это как-то так. Видишь, растем мы. Растет солнце. Растет земля богов. Постепенно все меняется. Постепенно все расширяется. Постепенно разум просыпается. И мир изменится. Мир изменится, начиная с Беларуси. Беларусь – та центральная точка, с которой начинаются все процессы по изменению в мире. Здесь сознание просыпается. Наши книги войдут в историю. Мы уже вошли, да? Дальше будет больше. Да, книги, на самом деле, с бесценнейшим трудом. Ну, трудом, неправильно сказать. С осознанием. С осознанием, да. С осознанием, где мы. Информация. Здесь. Где мы врем сами себе. Да. Спасибо. 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 Спасибо.